Как выучить молитву «Отче наш» за пять минут? Эта молитва не оберег. Ее не нужно повторять круг за кругом бесчисленное количество раз. Это не защита от темной силы, а пример, образец обращения человека к Богу, который оставил нам Иисус Христос. Для начала нужно медленно прочитать текст. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди на свое искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь». Запомнить любой текст проще, если понимаешь его смысл. Так легче логически выстроить цепочку. Для этого разобьем его на части. Обращение к Богу. «Отче наш, сущий на небесах, прославление Бога, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Просьба о земном и небесном, хлеб наш насущный. Дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Просьба о защите. И не веди на свое искушение, но избав нас от лукавого. Я вам советую молиться так. И отведи нас от искушения. Потому что перевод с оригинального языка на русский не совсем точный. И в завершение снова прославление Бога. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Ну а теперь давайте честно ответим себе на следующие вопросы. Имеете ли вы право говорить Богу Отче, то есть Отец? Да, мы все Его творения, но не все дети, к сожалению. Являетесь ли вы частью Его семьи, Его церкви, Детем Божьим? Вот в чем вопрос. Если нет, то может вам нужно помолиться другой молитвой? Молитвой покаяния. Имеете ли вы право молиться наш? Если вы думаете не только о себе и своих нуждах. Если вмещаете и находитесь в общении с другими христианами, если вы являетесь частью Божьего народа, то да. Имеете ли вы право молиться о сущей на небесах? Если все ваши интересы и заботы лишь о земном, то есть сомнения. Имеете ли вы право говорить Богу, да святится имя Твое? Конечно, да. При условии, что вы сами чтите, прославляете Его в своей жизни. Имеете ли вы право молиться, да придет Царствие Твое? Однозначно да, если живете по закону Божьему. А если нет, то не лицемерьте. Имеете ли право молиться, да будет воля Твоя? Если при этом вы не желаете следовать ей своей жизни. Вопрос риторический. Имеете ли вы право молиться на земле, как на небе? Не отдавь себя на служение Богу здесь и сейчас. Имеете ли вы право молиться, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Если вы больше надеетесь на себя и свои силы, а не на Господа, не понимая, что ваша жизнь в Его руках. Имеете ли вы право молиться, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Если вы не прощаете своих обидчиков. Имеете ли вы право молиться, и не веди нас в свои искушения. Если сами избираете находиться в местах и сообществах людей, в которых легко искуситься. Имеете ли вы право молиться, но избавь нас от лукавого. Если вы сами в каждом дне ходите под ручку с лукавством. Имеете ли вы право молиться, ибо Твое есть Царство. Если вы не хотите подчиняться Царю Царей и Господу Господствующих. Имеете ли вы право говорить и сила, и слава. Если вы ищете и заинтересованы только в своей собственной силе и славе. Имеете ли вы право молиться вовеки. Если вы так сильно озабочены земными делами, каждого дня и никогда не размышляете о вечности. Имеете ли вы право сказать аминь. Если вы не верите в то, что говорите. Если вы не искренны и не прикладываете сердце. От этих ответов зависит многое. В том числе эффективность молитвы Отче наш. Поможет ли она вам, дойдя до небес. Или тут же исчезнет как звук. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Учитесь молиться, это очень важно. Также подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это тоже очень важно. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok